Привет-привет! С вами Алена. Сегодня вот такой интересный у нас пришел клиент с покрытием лак. Конечно же, мы это покрытие снимем, но под лаком нас ожидает небольшой или большой сюрприз. Вот такое вот исходное состояние ручек. И сегодня поговорим о том, виноват ли мастер, потому что у нас очень часто такое бывает, что вот я сделал гель-лак, и мне там все испортили, и вообще проблема в мастере. Вот у меня там то ли анихолизис, то ли ожог, то ли грибок, то ли еще какая-то фигня. Ну что мы имеем? Мы имеем ручки, тут есть немного пропилов, возможно, какое-то некорректное снятие, ну либо, может быть, они у нее отковырялись, там сами отвалились, но сами знаете, да, как это бывает. И, конечно же, есть очень-очень сильно налипшая кутикула. И вот что я хочу сказать. Этот случай чем интересен? Интересен он тем, что от клиентки я узнала, что покрытие ей делает ее же дочка. Они также из Казани, как и я, и дочку я эту в итоге знаю, она у меня обучалась. Вот сейчас, кстати, момент она сказала на большом пальце, она говорит, у меня что-то постоянно болит, и я посмотрела, да, действительно, есть какое-то покраснение, и я подумала, что, возможно, даже там что-то воспалилось, но мы все проверили, и воспаления нет. Оказалось, болел вот с другой стороны совершенно там заусенчик. Ну ладно, здесь, короче, проехали. Гноя не будет, все ровно, все спокойно. Вот, ну так вот, ей покрытие делает ее дочка, но делает она его нерегулярно. Мама очень занятой человек, не успевает вовремя добраться до коррекции, и в итоге даже не дошла до того, чтобы дочка ей зачистила, и в итоге все приняла вот такой оборот, и они решили обратиться ко мне. Но здесь, естественно, мама, дочь винить не будет, и это-то и плюс, потому что на самом деле дочка здесь совершенно не виновата, ну, процентов так на 90, наверное, я думаю. Почему? Потому что, во-первых, у других клиентов такого не происходит, произошло только единичный случай вот этот вот, который мы с вами наблюдаем. И здесь вот классно, опять-таки, что они родственники, потому что никто не будет догнать пургу на самого мастера. Сейчас я объясню, почему. Для того, чтобы случился ожог, вот как у нас в данной ситуации, который уже, кстати говоря, практически отрос на всех остальных пальцах, только вот на больших совсем печалька. Так вот, для того, чтобы случился ожог, должно сойтись очень большое количество факторов. Вот смотрите, чаще всего такие люди страдают аллергией, ну, на что-то там, не знаю, там, на еду, на животных, на пыль, то есть это уже, ну, так скажем, подорванный иммунитет, да, в каких-то местах. Также это люди, либо пережившие какой-то стресс, либо просто менее стрессоустойчивы, чем остальные, ну, такие, знаете, которые все время за что-то переживают и нервничают. Естественно, здесь имеет место быть психосоматика, но это, как говорится, уже совсем другая история. Возможно, это какие-то гормональные сбои, приемы антибиотиков и так далее. То есть, к примеру, если меня, например, и эту клиентку взять и покрыть нам ногти у одного и того же мастера одной и той же базы и посушить в одной и той же лампе, вряд ли у нас у обеих будет один и тот же результат. Понимаете, о чем я? То есть не всегда здесь виноват мастер. Да, есть такие причины, как, допустим, слишком толстый слой базы и слишком высокая мощность, например, на лампе. Перепиленная ногтевая пластина, но она же может быть и оторванная, да? То есть, когда клиент, ой, само пошло сниматься, я подковырнула, и оно вот оторвалось. То есть, истонченный ноготь, конечно, там вероятности того, что будет ожог намного больше. Поэтому у меня вот ко всем очень-очень большая просьба, прежде чем кого-то называть виноватым в этой ситуации, надо хорошо копнуть и разобраться, почему же такое могло произойти. То есть нужно сделать анализ. И самое печальное в этой ситуации, к сожалению, то, что, скорее всего, будет рецидив, то есть будет повторение этой ситуации после того, как ногти отрастут, потому что с ней уже такое происходило, и, вероятно, будет происходить дальше. То есть это уже то состояние организма, которое, ну, пока вот я не знаю, чем от этого избавиться, кроме как перестать взаимодействовать с гель-лаками, гелями, лампами и прочей вот этой вот нашей утрою. Но есть решение. Я уже одной ногой там, как бы я уже нашла даже в Казани, кто у нас продает эти системы. Есть еще какая-то фирма, там она, по-моему, называется Нилак. Есть другие зарубежные производители, которые продают вот эти вот штучки, знаете, вот наносишь прозрачную жидкость, ну, типа а-ля прозрачный лак, макаешь в пудру, наносишь там еще раз прозрачную жидкость, опять макаешь в пудру, и в итоге у тебя как бы покрытие, но его сушить не надо, то есть оно застывает на воздухе. Но это вроде как не акриловая пудра, а какая-то другая штуковина. Короче, я это дело в Казани нашла, и у меня в планах кого-то из своих ожоговых в итоге покрыть вот этой вот системой, посмотреть, как она. По отзывам очень даже неплохая, то есть она и держится хорошо, и тоненькая носится, но единственное, что там не выстроить архитектуру, там не сделать всякие вот эти вот апексы, которые мы любим. Ну, я думаю, что как альтернатива, как другой вариант долговременного покрытия для людей, у которых есть вот такие проблемы с ожогами, это тоже отличный выход из ситуации. Там, например, с дизайном можно делать наклейки и слайдеры. Да, понятное дело, не порисуешь гель-лаками. Ну, кстати говоря, акварель, никто не отменял акварель, та, которая просто ленинградская, которую рисуем кисточками. В общем, варианты есть, будем пробовать. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я купила эту систему пудровую, как она там называется, правильно, надо еще узнать. Ну, короче, та, которая без лампы. И если вам действительно интересно, я ее куплю, и вроде как у нас даже есть обучение. Наверное, нужно пройти сначала обучение, чтобы вот ерундой не заниматься. Обучусь и вам покажу. Я надеюсь, что производители не будут против, потому что надо это дело пускать в массы, ибо вот такие проблемы есть не только у меня. Короче, мораль всей басни такова. Я что хотела сказать, что не нужно пороть горячку и винить сразу мастера или материал там или лампу, или еще кого-то. А нужно всегда разобраться в ситуации, всегда есть причинно-следственная связь. И мы, кстати говоря, работаем только со следствием, ведь все вот эти состояния и вот эти зачистки — это только борьба со следствием. Нужно искать причину, по которой это происходит с человеком. И как я уже говорила в других своих роликах, но обычно я говорю это про грызунов, но и тут я могу сказать, что не лишним будет обратиться к психологу. И когда я говорю «обратитесь к психологу», это не значит, что я говорю, что ты больная или сумасшедшая. Нет, но просто у нас у каждого есть какие-то проблемы, вопросы, которые возможно, ну точнее невозможно, а скорее всего поможет решить вам психолог. И это не тот психолог, который уложит вас на кушетку, знаете, как в кино и скажет типа «а какие проблемы у вас были, отношения у вас были с родителями». Как они там это говорят? Нет, конечно, сейчас есть совершенно другой вид психологов, которые такие проблемы решают. И это я вам говорю как дочь психолога. Да, моя мама практикующая психолог, уже более 20 лет, и сейчас будет реклама мамы, но я просто точно могу ручаться за неё. Если кому-то нужно, пишите, я оставлю контактные данные, и вы можете к ней обратиться, потому что она работает по видеосвязи тоже. Ну это кому интересно. А вообще, как бы, я не думаю, что она единственный психолог на планете, так это есть ещё другие специалисты. В общем, выбор за вами, но одно скажу точно, что такую проблему нужно решать. Если это происходит, это явные сигналы организма. И, конечно, работа здесь должна быть не только с психологом. Да, психолог у нас будет голову лечить, я буду это дело зачищать, но, конечно же, нужны ещё какие-то внешние воздействия. То есть идите к дерматологу, назначайте какие-то препараты, кто против там всяких лекарств, например. Да, вот, ну, я вот не сильно люблю лекарства, точнее, сильно их не люблю. Сейчас такая пропаганда, да, была? В общем, есть ещё варианты. Сейчас есть куча натуральных масел, и также в этот раз я взяла на пробу экстракт монарды или масло монарды. Короче, вот эту вот популярную штуку. Единственное, что я знаю, что она очень дорогая, и я нашла её в другой марке. У них новый продукт вышел, эта марка называется Amimi, и у них такое масло за 12, по-моему, миллилитров стоит всего 200 рублей. То есть там не вот эти баснословные деньги, которые бывают обычно, а всего 200 рублей. Это как вариант, и я такое масло... А, вот оно, кстати, да, экстракт монарды. Состав масла монарды, видно, да? Вот, специально показала. В общем, я такое взяла тоже на тест и отдала клиентке на домашний уход. Я всегда показываю клиенту, что увлажнённые ногти с маслом выглядят намного симпатичнее, чем сушёные и такие все непрезентабельные. Всегда показываю, объясняю, что нужно делать самомассаж при нанесении масла. Во-первых, это и нервишки успокаивает, то есть можно помедитировать. Во-вторых, кстати говоря, как все говорят, масло монарды пахнет не очень. Я вот к запахам чувствительным мне пахло очень даже нормальненько. Вот так вот выглядят ноготочки после зачистки все. Мы зачистили абсолютно все, использовали 100-500 миллионов инструментов и кусачки, и фрезы, и что только мы не делали. В общем, вот такой вот у них вид. Они увлажнены маслом. Я ей всё объяснила, что нужно наносить его систематически регулярно. Масло абсолютно натуральное. Посмотрим, какой будет результат. В общем, ждём. И вы пишите ваше мнение, пишите комментарии. Для меня всегда это важно и очень интересно почитать. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч!